Девушки отдыхают Да какая разница? Он герой. Он погиб за революцию, и он не последний. Я не хочу кровавой революции. Ну, живи рабом. Если не хочешь сражаться за свободу, может, ты ее не заслуживаешь. Но ты не смеешь. Довольно! И что нам теперь делать? В Детройте пять магазинов Киберлайф. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали. Они же под охраной. И везде сигнализация. Разделимся на пять групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно, в два часа ночи, без насилия. Освободим наших, уведем их до появления полиции. Эту ночь наш народ запомнит надолго. Я так долго этого ждала. Сюда, быстро! Порядок, они уехали. На месте полиции, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Вон магазин. Мы для них вещи. Просто товар, выставленный в витринах. Наскоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас десять минут до атаки. Ну так чего ждем? Сигнализацию видишь? За стеклом железные ставни. Будет сложно попасть внутрь. Нашел. С чего начнем? Я определил тип охранной системы. Сможем ее отключить. Иди за мной. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Маркус, берегись. Молодец, Маркус. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Девушки отдыхают. 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 Продолжение следует... 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 НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Я помогу! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА 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 Мы освободили сотню наших. Получилось. Они идут. Всем отступать к Эрихону. Мы отправили мирное сообщение, как ты хотел. Пытаешься вести с ними переговоры, а они нас презирают. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Насилие не победить насилием. А если нет иного выбора? Сюда! Огонь! Норт! Норт! Ты как? Что случилось? Норт! Их убили. Перебили всех, как скот. Кто? Кто? Они убивали наших собратьев. Мы хотим возмездия, Маркус. Пусть заплатят. Не... Не делайте этого. Нет. Не надо. Не надо. Око за око, и мир ослепнет. Мы не станем карать преступления другим преступлением. Прерываем вещание для срочных новостей. Остальное сообщение. Ровно в 2 часа ночи был совершен налет на несколько магазинов Киберлайф в Детройте. Удар был нанесен одновременно в нескольких точках города. Предполагается, что это... Почти все витрины исписаны требованиями дать права андроидам и прочими странными лозунгами. В окрестностях сети магазинов Киберлайф были обнаружены написанные на стенах и стеклах лозунги в защиту прав андроидов. Киберлайф только что были обнаружены в шоковом состоянии рядом с магазином Киберлайф. По данным наших источников, нападение действительно совершила группа андроидов. Это тревожная ситуация. Неужели машины взбунтовались против человечества? Неужели андроиды стали для нас реальной угрозой? Что это? Начало террористической кампании, развернутой здесь, в Соединенных Штатах? А ты все бессмертен, а? Вроде того. А я-то надеялся, что ты уже не явишься. Я просто машина, заменяющая другую машину, лейтенант. Не вижу тут повода для эмоций. Пошел ты! У меня дурное предчувствие, лейтенант. Зря мы сюда пришли. Предчувствие? А тебе на техосмотр не пора, никак глючишь. О, здрасте. Я лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Я пришел к мистеру Элайджи Камски. Прошу вас, входите. Ладно. Я вас сообщу. Располагайтесь, пожалуйста. Милая девочка. Вы правы. Она прекрасна. Впечатляет. Не все из-за андроидов оказались в нищете. Сейчас ты предстанешь перед создателем. Как ощущения? Камски один из величайших гениев 21 века. Встретиться с ним очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрел в глаза тому, кто меня создал. Уж мне найдется, что ему сказать. Уж мне найдется. Уж мне найдется. Элайджи ждет вас. Мистер Камски. Минуту, пожалуйста. Мистер Камки. Мистер Камки. Продолжение следует... Я лейтенант Андерсон. Это Конор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом обрели свою волю. Машина лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. Нужно понять, как андроиды становятся девиантами. Вам что-то известно об этом? Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе за разным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? Я не на чьей. Моя задача — остановить девиантов. Этим я и занимаюсь. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь? Напомню, что вопросы здесь задаем мы. Флоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга. Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная. И вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа. Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам поплавать. Что для тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина? Или живая душа? Имеющая свою волю? Все, хватит. Коннор, пошли отсюда. Спусти курок. Коннор! Нет! И я тебе все расскажу. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества сам оказался Девиантом. Я... Я не Девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Кстати, я всегда оставляю в своих программах лазейки. На всякий случай. Почему ты не выстрелил? Я посмотрел ей в глаза. И не смог. И все. Ты мне уши прожужжал своим в интересах расследования. У нас был шанс что-то узнать, а ты все следил. Да знаю я, что я должен был. Сказал же, не смог. Не смог я. Понятно? Может, ты правильно сделал. Мне сложно. Я бегу. Надо grabать. Это долго.